Вообще-то я сейчас очень злая, но я не хочу вас оскорбить. Почему? Потому что я абсолютно не согласна с вами. Знаете, бывают такие ситуации, когда жена не может иметь детей, и она сама предлагает мужу. Я хочу быть с тобой, и я хочу иметь детей. Женись на другой женщине, чтобы у нас были дети. Мы можем жить вместе. Если они все довольны этим, и таким образом, человеческий рот продолжается естественным путем, тогда почему у кого-то должны быть проблемы? Говорите. Я действительно совсем с вами не согласна насчет всего. Хорошо. Ну, я типа все понимаю, как бы с биологической точки зрения. Отлично. По крайней мере, мы согласны с вами с биологической точки зрения. Я просто не понимаю, типа, почему это плохо для людей любить того, кого они, типа, любят, потому что у них нет выбора. Хорошо, тогда позвольте мне вас спросить, а если кого-то, например, влечет к собакам? Это не то же самое. Почему? Потому что это животное. Но если кому-то от рождения нравятся собаки, почему это плохо? Почему вы считаете именно это неправильным? Это означает, что у вас есть своя шкала нравственных принципов. Я имею в виду, если кому-то по его природе нравятся собаки, они родились такими, тогда в чем здесь отличие? Почему это отличие? Разница между тем, когда мужчине влечет к женщинам, и тем, когда мужчину влечет к мужчинам. Они же одного пола. Но если вы утверждаете, что эта разница не имеет значения, тогда... Где вы проводите линию? Почему это плохо, когда кому-то нравятся собаки, если они с рождения такие? Здесь ваша нравственная установка меняется. Каждый проводит свою черту. Мы проводим свою черту там, где ее провел наш создатель. В Библии, в Ветхом Завете, в Старом Завете, в Коране. Здесь проведена четкая граница нашим создателям. Это линия, которую провел наш Господь. Опять же, мы уважаем право каждого иметь свое мнение. Вперед. Следующее. Я думаю, что это относится и к культурным, и к религиозным традициям. Например, что касается гомосексуализма, в Уганде признят не мусульманин. Но он сам лично заявляет, что они, как африканский народ, не позволяют, чтобы такое практиковалось в их стране. Это порицается не только в исламе. Нет-нет. В первую очередь, культура – это уже совсем другая тема. Но если вы посмотрите на любую религию, например, Библию, там открыто порицается. Так? Если вы читали Библию, если нет, то в третьей книге Моисеева в Ветхом Завете, «Послание к римлянам в Новом Завете», в Библии даже предусматривается очень строгое наказание за это. Но я не считаю, что это справедливо. Не только у мусульман, я имею в виду в общем. Да, все значимые религиозные книги порицают гомосексуализм. Но опять же, это касается книг и людей, которые следуют тому, что написано в них. Вы можете проверить сами. Можете посмотреть в Ветхом Завете и в Новом Завете. Вы можете почитать, что об этом пишут признанные раввины, проповедники. Даже сейчас большинство христианских церквей не дозволяет гомосексуализм. Но некоторые меняют свои принципы, потому что они считают, что должны угодить людям своего времени и прочее. Но они не могут изменить Писание. Писание с Писанием. Если вы хотите поговорить об этом с биологической точки зрения, не затрагивая религию, то думаю, мы согласились, что это проблема. Если у кого-то свое мнение, и они считают, что это нормально, у них есть право на это. Это свободная страна. Так ведь? Вперед. Я не согласна, что это проблема. Я понимаю, что от биологической точки зрения только мужчина и женщина могут уметь детей, чтобы продолжить человеческий род. Здесь я согласна, но я не согласна, что гомосексуализм – это проблема. Тогда вы считаете, что биологически мужчина с мужчиной или женщина с женщиной смогут порождать человеческую расу? Ведь биологически это и есть ключевая задача. Я понимаю, что мужчина и женщина различаются. Именно. У мужчин семенная клетка, а у женщин яйца клетка. Так и устроена природа человеческой расы, чтобы она могла продолжаться. Здесь мы можем согласиться. Так? Она согласна. Я понимаю, что только так можно иметь детей. Нет-нет, дело не только о детях. Продолжай. Я не согласна, что гей-пары, у которых нет, типа, выбора, кого любить, приведут всё в человечество, к гибели. Это нелепо. Давайте всё обдумаем, хорошо? Говорить о одной, двух, трёх гомосексуальных парах – это одно. Но мы рассуждаем о биологическом виде. И мы согласились, что вид человека сможет выжить только с помощью мужчины и женщины. Сперма, яйцеклетка, помните? Значит, если что-то является естественным и общепринятым, тогда это что-то должно иметь свою шкалу. Если бы большая часть человечества пошла по пути гомосексуализма, стало бы это проблемой для выживания человеческой расы, с биологической точки зрения. Да? Да? Нет? Может быть? Вы не хотите раздумывать о таком сценарии? Вообще-то я сейчас очень злая, но я не хочу оскорбить вас. Почему? Потому что я абсолютно не согласна с вами, но я не хочу грубить. Я ценю это, но послушайте, если я с вами не согласен, я не возмущаюсь. Таково общество, в котором мы живём. Я должен уважать тот факт, что у вас есть своё мнение, так? Так, если у меня другое мнение, то вам надо уважать тот факт, что у меня своё мнение. И мы, как американцы, можем быть не согласны друг с другом. В этом вся суть страны, в которой мы живём. Многие люди очень категоричны, когда дело касается абортов или движения против абортов или прав на аборт. Но мы, как общество, должны быть способны уважительно обсуждать проблему и уважать факт, что у кого-то может быть своё мнение. Если мы начнём злиться, обижаться и прочее, то ограниченность и ненависть в людях будет расти. Есть множество людей вокруг, которые имеют свою отличную от твоей точку зрения. У всех есть такое право. Я недавно обследовалась в МРТ, обнаружили у меня мозговую опухоль. На лечение нет денег. Я обращаюсь к вам за помощью. Ради Аллаха, помогите мне. Я не могу ухаживать за братом. Силы нет у меня. Переков он постели 5 года. Брат у меня в сентябре 5 года будет. Я не могу за братом ухаживать. И за собой не могу ухаживать. Дерево, помогите. Ради Аллаха мне, братья и сестры. У меня больше выхода нет. Аллах и вы, народ. Очень больно. Мне дальше надо лечиться ради брата. Некому ухаживать за братом. И не могу я на лечение. Нет у меня ни рубля, ни копейки. Даже на питание у нас нет. В это время, в современное время. Если бы я здоровая была бы, я что-нибудь там под реализацией, что-нибудь придумала бы. Я не могу никуда ходить и ничего делать. Я не могу. Я еле через Силы и брата ухаживаю. Ради Аллаха, Аллах мне. Ради Аллаха, помогите, братья и сестры. Дай Аллах восслабленный родитель. Здоровьем, спокойствием, счастливым. Аминь, Аллах.